Австралия Вомбаты Благодаря коренастым, низкорослым телам, они напоминают маленьких медведей. Эти медлительные животные-одиночки живут в норах очень скрытно. Их лучшая защита – повернуться к противнику с задней частью. Для них ночь – это день. Их фекалии имеют кубическую форму. А поиски места для ночлега могут выжить внезапные вспышки ярости. Это тайная жизнь вомбатов. Тайная жизнь вомбатов. Лес вомбатов. Недалеко от прохладного высокогорья снежных гор на юго-востоке Австралии скрывается таинственный мир. В пронизанных солнцем рощах живет группа уникальных созданий. Бенни – один из многих голоносых вомбатов, проживающих здесь. Ими ему дали экологи, которые защищают и изучают эту местность, получившую название «Лес вомбатов». Вомбаты населяют эту обширную территорию, полную деревьев и густой растительности. Умеренный климат и влажность идеально им подходят. Этот лес – настоящая тихая гавань. А самое безопасное место в этой гавани – это, конечно, нора. В лесу около сотни нор, в которых вомбаты пережидают дневную жару. Вомбаты – одни из самых крупных животных, обитающих в норах. Им нравится рыть ходы в почве, под корнями деревьев или возле камней. Хотя обычно у норы лишь один вход, под землей еще тянутся трехметровые туннели. Туннели ведут в прохладные коморки, в которых и отдыхают вомбаты. Милли не может регулировать температуру тела, если снаружи больше 25 градусов тепла. Поэтому, как все вомбаты, она останется в прохладных подземных покоях до тех пор, пока температура не снизится. Из-за недостатка кислорода в норе, а также медленного метаболизма, Милли клонит ко сну. Порой вомбаты проводят в норах по 19 часов. Когда температура на улице сравняется с прохладой норы, Милли вылезает наружу. Милли действует осторожно, выползая задом наперед и подставляя потенциальным хищникам, лисам или динго, в свое самое крепкое место. Задняя часть – ее лучшая защита. У нее есть крошечный, почти незаметный хвост. А сам крестец защищен прочной хрящевой пластиной и кожей толщиной в сантиметр, что хорошо защищает от укусов. При необходимости, Милли может забаррикадировать нору, прижавшись спиной к крыше. Так хищник окажется в ловушке и задохнется. Выбравшись наружу, Милли настороженно оглядывается, пока не решит, что опасности нет. Бенни более уверен в себе и быстро выбирается мордочкой вперед из норы под стволом дерева. Окраска вомботов варьируется от серого до коричневого, но у Бенни темная шкурка. Ему пять лет, и он один из самых решительных самцов в лесу. Вомботы предпочитают одиночество, поэтому четкой иерархии у них нет. Но Бенни приходится бороться за еду и пару. Боевые шрамы на его правой лапе свидетельствуют о схватках с другими самцами. Он сразу пускается на поиски пищи. У Бенни типичная тяжелая походка. У него короткие лапы и плоские стопы, на которые он опирается при ходьбе. Это часто встречается у животных, которые предпочитают ходить, а не бегать. На задних лапах у него два сросшихся пальца и когтистый выступ, которыми он роет землю и сбивает пыль. Вомботы редко торопятся на поиски пищи. Они могут принюхиваться к воздуху, слушать звуки леса и довольно долго стоять у входа в нору. У Милли плохое зрение, поскольку большую часть времени она проводит в темноте. Поэтому, высматривая хищников, она полагается на другие чувства. Расположенные по бокам уши Милли эффективно ловят звуки. Но больше всего она доверяет своему нюху. У нее чувствительная обонятельная система и очень крупные ноздри и носовые проходы. Убедившись в своей безопасности, Милли отходит от норы. Постоянно принюхиваясь, Милли заходит еще дальше. За пропитанием Бенни направляется на открытые луга у кромки леса. Это часть территории, на которой он живет, путешествует, ест и вычесывается. Это его участок обитания. Участок обитания Вомбота достигает 25 гектаров. Но если вокруг много места под норы и достаточно травы, участки могут быть меньше и пересекаться с территориями других Вомботов. Общаться с соседями не обязательно. Но Бенни знает всех Вомботов в округе и сразу может выделить нарушителя. Вомботы самцы не сражаются за территорию. Однако конкурируют за самок и лучшие источники пропитания. Старший самец Бенни любит проверять, кто где был. Другие Вомботы нередко оставляют ему послание в виде фекалий. Теперь его очередь оставить свою визитную карточку для других самцов. А еще для самок. У Вомботы необычные фекалии. Сухие из-за волокнистого питания и принимающие форму кубиков. За ночь Бенни может отложить до сотни гранул, благодаря особым костям в тазу, превращая их в кубики. Так они не укатываются прочь, а остаются на месте. Вероятно, через послание к кубиками другие Вомботы узнают о габаритах Бенни, о его возрасте и готовности к спариванию. Они также предупреждают других Вомботов не питаться в его излюбленных местах. Молодые, менее решительные самцы оставляют свои фекалии в более скрытых местах. Доминантные самцы, вроде Бенни, предпочитают самые заметные участки, чтобы никто не пропустил послание. Так как его обоняние гораздо острее зрения, такие отметки даже помогают ему определиться с тем, где он уже был. Некогда Кен тоже подтверждал свое положение, откладывая фекалии по всему лесу. Он крупный Вомбот, весом в 35 килограммов. Судя по разодранным ушам, он не всегда вел размеренную жизнь. Но ему уже 15 лет. Он перестал спариваться и теперь живет на краю своего участка. Вомботы нередко доживают до 20 лет. Ему нравится проверять, кто рыщет возле его норы. Но чаще всего он проводит время, разыскивая пищу или расчесываясь. Чесание – это часть ухода за собой. Он не вылизывает шкурку, как другие млекопитающие, а вычесывает грязь и пыль после сна в норе. Передними или задними лапами он может достать почти везде. К тому же Вомбота не прочь почесаться и о ветку, и листвол дерева. Будучи травоядным зверьком, Бенни питается разнообразными травами, мхом и корой. Он с удовольствием поедает жесткие волокнистые растения, которые не так-то просто прожевать и переварить. У Бенни идеальные зубы для такого питания. У них нет корней, и они не перестают расти, несмотря на постоянное стирание. Он также может вырыть коренья когтями и перекусить их длинными резцами. Чтобы переварить жесткую траву, Бенни нужен медленный метаболизм, который еще больше замедляется во время сна в норе. На то, чтобы полностью переработать пищу, нужно от 8 до 14 дней. Это помогает им выжить, когда еды и воды недостаточно. Бенни медленно движется по лесу. Он всегда на чеку и принюхивается к воздуху вокруг. Дуновение незнакомого запаха сразу его насторожит. Если он не уверен или чем-то напуган, то среагирует молниеносно. Хотя обычно тяжеловесные вомбаты ходят медленно, при необходимости они могут и побегать. За пару секунд, развивая скорость до 40 км в час, и поддерживая ее на небольших дистанциях, то есть до ближайшей норы. Хотя у вомбатов есть участки обитания, они не обязаны изо дня в день пользоваться одной норой. Если вомбату нужно укрытие или место для ночлега, он может отправиться к ближайшей из нор. Вомбат-подросток Алабама занимает одну из лучших нор в окрестностях. Она удобно расположена среди корней дерева в самом центре леса, имеет несколько выходов и хорошо спрятана. У Алабамы заметные передние зубы. Но это не единственная странность. Вомбаты хоть и меняют норы, но предпочитают все же селиться по отдельности. Но Алабама не один. Рядом с ним находится трехлетний Бостон. Для Алабама он словно младший брат. Алабама всегда первым покидает нору. Он всегда руководит процессом. Выбравшись, он подает сигнал более робкому собрату. Но перед тем, как куда-то двигаться, им нужно убедиться, что вокруг безопасно. А это требует времени. К тому времени, как они наконец выходят, свет уже гаснет. Этих вомбатов связывает удивительно близкая дружба. Возможно, из-за того, что произошло в детстве. Они оба сироты. Их вырастили в неволе, а затем вместе выпустили в природу. У них нет матери, которая придаст им чувство безопасности и уверенности в себе. Поэтому Алабама и Бостон привыкли полагаться друг на друга. Обычно вомбаты питаются минимум в трех метрах от сородича. С наступлением темноты Бостон следует за Алабамой по пятам. Под покровом ночи лес наполнен тишиной. Передвигаясь по лесу, вомбаты ориентируются в пространстве, прислушиваясь и принюхиваясь к воздуху. Обычно они избегают друг друга и держат дистанцию, опираясь на нюх. на нюх. на нюх. Как только в лес проникают первые лучи солнца, вомбаты спешат разойтись по норам. Напоследок Бенни еще раз вдыхает утренний воздух, а затем ныряют в нору, чтобы предаться долгому дневному сну. Большинство вомбатов утром отходят ко сну, но у одного из них часы перевернулись. Билли недавно ушел от матери, Милли, и начал жить отдельно. Ему чуть больше года. Он слишком рано покинул мать. Обычно это происходит месяцев в 18. Покидая дом, юные вомбаты обычно остаются на территории матери, но Билли обитает ближе к ромке леса. Он еще не совсем понимает, что значит взрослая жизнь. и предпочитает вылезать из норы, когда остальные вомбаты спешат ко сну. Билли еще слаб и мал. Возможно, он не хочет конкурировать за еду с крупными самцами. И поэтому выходит днем, когда других вомбатов в округе нет. он может сладко почесаться, далеко идти за еду ему не нужно. Возле его норы растет питательная высокая трава. и что он может ему как спешат за еду Осмелев, он отходит от нары чуть дальше. Но тут он улавливает какой-то запах, скорее всего, другого вомбота, и торопливо бежит домой. Тем временем Алабама стоит на стороже возле норы, чтобы никто не присоединился к ним с Бостоном во время дневного сна. Учуяв запах другого вомбота, он выходит наружу. Это Милли. Она решила проверить, есть ли кто в норе. Алабама быстро блокирует вход в нору. Приподнятая лапа указывает на неуверенности Милли. Она не решается подойти ближе. Но не только ее интересует эта нора в центре леса. Более старшая самка, Вилма, отдалилась от своей норы в поисках лучшего места для пропитания. Внезапно ее пугает группа кенгуру. Она бежит к ближайшей норе. Но это нора Алабамы. Вомботы выражают агрессию вербально. Часто этого достаточно, чтобы прогнать нежданного гостя. Алабама выглядывает наружу, чтобы убедиться, она ушла. И лишь теперь они с Бостоном могут спокойно заснуть. В лес Вомботов пришла зима. Он расположен неподалеку от снежных гор, поэтому снегопады тут не редкость. Норы Вомботов прекрасно переносят холода. Даже когда температура снаружи падает ниже нуля, в норах она держится на уровне 12 градусов Цельсия. А благодаря жесткому меху и толстой шкурке Вомботы могут выбираться наружу в поисках питания даже в снег. Время к вечеру. Воспользовавшись прохладой, Бенни решает отремонтировать нору. Вомботы настоящие мастера-перекопщики. Благодаря крупным лапам и длинным когтям они могут переместить метр земли всего за пару часов, двигаясь из норы задом наперед и выталкивая землю наружу. Для своей спальни Бенни заносит внутрь траву, ветки и листья. И хотя ширина его плеч составляет 25 сантиметров, при необходимости он может протиснуться и в 10-сантиметровые отверстия. Он весь запорошен песчаной почвой. Сегодня он особенно насторожен и постоянно принюхивается. Учуяв запах опасности, Бенни колеблется. В конце концов, голод побеждает. Хотя опасность, которую он учуял, никуда не пропала. Лиса меньше вомбота. Средний голоносый вомбот весит около 30 килограммов, а лисица всего 14. Но она все равно может напасть и нанести чувствительный укус. Зимой лисы также любят занимать норы, разнося клещей, от которых нередко болеют вомботы. Заметив Бенни, лиса меняет курс. Бенни один из самых самонадеянных самцов в лесу. Но даже он решает, что в этот раз лучше переждать опасность. Лишь убедившись, что угрозы больше нет, он решается выйти. И заново начать свой день. С приближением весны снегопад сменяется дождями. Частыми дождями. И вомботы прячутся по норам. Больше 400 миллиметров осадков за два дня – худшие ливни в истории. Большинство вомботов остаются в норах. Мало кому хочется надолго выходить наружу. Только вилма готова часами разыскивать пищу, игнорируя ливни. Густая шерсть защищает ее от дождя. А благодаря прохладе и влажности она может выбираться из норы раньше, не боясь перегрева. Мокрая трава – отличный способ добыть воду. Вомботы пьют редко. Лишь когда в растениях недостаточно влаги. Хотя вомботы хорошо подготовлены к такой погоде, они не торопятся вылезать из нор. Подобные ливни нередко создают проблемы. Некоторые норы полностью затопило. В том числе и скрытые под деревом нору Алабамы и Бостона. Вомботы нередко даже погибали таким образом, застигнутые водой врасплох в своих покоях. Некоторым вомботам приходится искать новые норы. Лишь вилма не кажется встревоженной. Экстремальная погода никак на ней не сказалась. Она все так же переходит от одного травянистого островка к другому. Субтитры создавал DimaTorzok Когда наконец появляется солнце, показываются и остальные вомботы. Милли перешла в новую нору у края леса. Милли перешла в новую нору у края леса. Она явно перекапывала землю. Из-за ливня вомботам приходится вычищать норы от грязи, нанесенной водой. Благодаря широкой голове, крепкому черепу, мощным плечам и лапам, Милли быстро справится с работой. При необходимости она может даже выталкивать головой камни из норы. Благодаря тому, что глаза вомбота располагаются по бокам головы, они защищены от попадания земли. Милли принюхивается к воздуху. Дожди вдохнули в лес новую жизнь, и по роще распространилась масса новых запахов. Появление Алабамы и Бостона указывает на то, что им удалось выбраться до того, как их нору затопило. Какое-то время они лакомятся вместе, а потом спешат осмотреть новую нору. Вечером же происходит нечто удивительное. Бостон выходит наружу без Алабамы. Субтитры создавал DimaTorzok Он испытывает собственную самостоятельность. Субтитры создавал DimaTorzok Но надолго его не хватило. Вскоре он уже поспешил обратно к Алабаме. Дни становятся теплее, но возвращение солнца не слишком радует Билли. Он перешел в нору еще дальше от леса. И, похоже, совершенно запутался. Он продолжает искать пищу в разгар дня, но это может быть опасно. Близится лето, и такое поведение делает его более уязвимым. Он не обладает терморегуляцией и не сможет охладиться, перегревшись на солнце. Солнце поднимается все выше. Возможно, именно из-за жары он поспешно скрывается в норе. Бэйми также пережил период дождей и теперь наверстывает упущенное. После столкновения с лисой он начал сбегать из леса. За одну ночь он способен преодолеть несколько километров. Вомботы могут больше времени проводить снаружи и расширять владение, чтобы отыскать более удаленные источники питания, пока не наступило лето. После почти безостановочного жевания Бэйми начинает питаться чуть реже. Он задерживается на отдых в знакомом месте. Может, он сможет остаться тут? Но он сразу не лезет в нору. Лишь когда он вылезает обратно, становится ясно, что заставило его заколебаться. Следом за ним показывается Милли, которая явно не рада гостю. В моменты гнева или опасности вомботы могут шипеть или издавать звуки, похожие на виск свиньи. Решительный самец Бэйми мог бы спариться с Милли, но в этот раз послушно отступает. Ему придется искать другое место для отдыха. Он приближается к другой норе. Чутье говорит ему, что на разу не та. И он ошибается, посчитав, что сможет ворваться туда силой. Здесь ему так же не рады. Следом выходит и владелец норы. Алабама. А прямо за ним и Бостон. Бенни придется хорошо постараться, чтобы отыскать себе нору этим утром. Большинство вомботов разошлись по норам, и в лесу воцарилась тишина. Где бы они ни были, эти скрытые сумчатые обитатели нор могут, наконец, отдохнуть, медленно переваривая пищу и запасая энергию и сладко отсыпаться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ